Сверхзвуковое приветствие, с вами Кисель. И наконец-то, за последние годы вышла по-настоящему хорошая игра про Соника. Почему она хорошая, сейчас я постараюсь объяснить. Разработкой уже занималась и Соник Тим, а ребята, делавшие фанатские игры из Покода Дест Геймс и Хэд Кэнон с Кристиан Уайтхэдом, который перенёс на мобилки Соник Первый, Соник Второй и также Соник Сиди. Спасибо Сеге и Такаше и Дзуки за то, что дали этим парням шанс. Ладно, давайте я уже закончу с этим, так, там дальше уже неинтересно, там уже дальше про ретро-движки идёт, про то, как она разрабатывалась, что она с 2015 года, вот это всё такое, в общем, это неинтересно. Начнём, как говорится, с сюжета. И из-за того, что у меня нет коллекционного издания этой игры, в которой лежит мануал к ней, мне придётся искать всё на сторонних источниках. Во, нашёл. Игра начинается с того, что Соник Стейлз находит таинственный источник энергии, однако Эггман добрался раньше наших героев и их перемещают во времени и пространстве, прямиком в Грин Хилл. Господи, как же он заебал. А также делает из обычных роботов Эггмана элитных боссов, которые позже его предадут, но это неважно. В общем, тут происходит какая-то мультивселенная. После этого игра кладёт на хронологию огромный болт, вплоть до конца игры тут перемещение во времени и другая х**а. Возможно, я выпущу поэтому отдельный упоротый ролик, но сейчас не об этом. Зато нам объяснили, как классический Соник очутился в Форсесе, но только если вы соберёте все изумруды хаоса. Ну или же посмотрите концовку на ютубе. Ну вы же сами можете поиграть, а? Как раз же по... Хотя пока релиз отложили до 29-го числа. Но вы же подождёте ещё немножечко осталось, а? Ладно, с сюжетом вроде как разобрались, теперь давайте перейдём к геймплею. И о боже, это тот самый классический Соник, которого уже не было очень давно. И всё-таки, ну что я подразумаю под классическим Соником? Ну это когда при прыжке издаётся а**еный звук пил. Можно делать спиндэш, использовать различные щиты, в каждом из которых своя фича. Ну также не стоит забывать о новом приёме под названием дропдэш. Ну это когда Соник прыгает, и во время прыжка нужно нажать и зажать кнопку ещё раз, чтобы был моментальный спиндэш. Фишка очень прикольная и идеально вписывается во все уровни. Кстати, об уровнях. Их тут довольно-таки мало. Всего 12 зон, 4 из которых оригинальные. Типа это один из таких больших минусов мании, то что она взаимствует большую часть старых уровней. Но их хотя бы как-то видоизменили что ли. То есть во вторых актах начали появляться всякие фишечки. Например, как в Chemical Plant появилась желешка, которая тебя подбрасывает. Или в Oil Ocean туман, отбирающий у тебя кольца. Да, это конечно скрещение нескольких уровней, но я думаю насрать. Кстати, говоря о новых уровнях. Они очень красиво выглядят и наполнены всяким интересным фан-сервисом. Хотя Соник Мани это и есть один большой фан-сервис. Взять ту же птицу Бина, Медведя Барка и Фанка, Снайпера. Господи, как я не скучал по этим героям. А ведь это еще и босс. Кстати, о боссах. Их здесь очень много и некоторые оригинальные. Например, боссы с Chemical Plant, где вы с Эгманом играете в Мин Бин Машин или же Паука из Flying Battery. Попадаются порой нечестные боссы, наподобие того из Oil Ocean, который поднимает вверх пластины, которые тебя раздавливают. Ах, благо на стриме я этого босса быстро прошел. Не забыли модернизировать и старых боссов, такие как Metal Sonic? Битва с ним стала намного разнообразнее и интереснее, что ли. И нету раздражающего фактора. Я про моего мычал, если что. Который постоянно будет тебе говорить, нажми на X, чтобы выиграть. Нет, здесь такого нет и до всего нужно допереть самому. Что очень клево. Я, кстати, говорю, что игра поделена на акты. В каждой зоне по два акта, а в каждом акте по боссу. Конечно, большинство из этих боссов, они берутся Брут Форсом, но с некоторыми придется попотеть. Особенно с последним ублюдком, если вы не в Супер Сонике, Наклзе или Тейлзе. Кстати, насчет спешл стейджей. Они сделаны в стиле Sonic R. Правда, тут надо будет собирать синие шарики, чтобы добраться до летающей тарелки с изумрудом. Ну, а также тут кольца являются временем. Отдельно скажу про Металлик Монарх. Это один из самых же порвущих уровней. И не в том смысле, что он сложный. Нет. Просто в нем есть куда нахер не идти фактор. И пускай его здесь совсем чуть-чуть. Ну вот совсем немного. Но все-таки мешает прохождению игры. Что, возможно, можно выделить плюсы. Но нет. Много всякой прикольной спрайтовой анимации. Как будто бы смотришь такой мультфильм, что ли. Особенно обожаю момент после победы над Эггманом в Гринхиле. Это просто бесподобно. Правда, жалко, что таких моментов мало. Да ладно. Кстати, музыка. Она охуенно. Без шуток. Если вы не слышали остатые игры, то послушайте на днях в моей группе в ВК. Да, там как раз есть плейлист, посвященный Мане. И там все треки. Послушайте, не пожалеете. Не зря же Даня старался. Про цену говорить ничего не буду, так как это дело каждого. Но для меня она окупилась даже с учетом на PS4. Хотя в Америке эта игра стоит везде по 20 баксов. В завершении к своему обзору хотелось бы сказать, что Sonic Mania это игра, в которую по-настоящему интересно играть и возвращаться к ней снова и снова. Ведь не зря же я ей уделил столько времени. Целых 4 стрима и 6 слотов сохранения. Ё-моё. Я её прошёл 7 раз. 7 раз. Открыл все концовки. Ё-моё. Психопат, блин. Да вы ещё посмотрите на все эти оценки критиков. Заслужены ли они? Да, конечно, да. Сможет ли игра вам понравиться настолько, что вы скажете то, что «О, это мой самый любимый Соник». Ну, если вы не играли в игры про Соника до этого, то, возможно, да. А для остальных это будет, возможно, просто хорошей игрой. Но заслуживает ли Sonic Mania продолжение? Вот это вот уже сложный вопрос. Потому что, насколько бы эта игра не была хороша, но если будут выходить бесконечные сиквелы Sonic Mania, то Соник просто застрянет, как какой-нибудь Call of Duty на одном и том же. И нас будет ждать Sonic Mania 2, 3, 4 и так далее. Ай. Ну ладно, посмотрим. Посмотрим. Поживём, увидим. На самом деле, давно не выходило такой качественной игры по Сонику. Последней для меня это была Unleashed. Ну или тот же Colors. Просто если вспомнить, какое говно до этого сиквы пускало тумане, это реально, это просто вот глоток такого свежего воздуха. Ладно, будем ждать релиза Sonic Forces. А с вами был Кисель. До встречи. Пойду заварю себе дошек. Ох, как я надеюсь, что следующая игра не подведёт. Продолжение следует... Соник.